Русский детектив Русский детектив Русский детектив Теперь пару слов об этой книжке, которая для нас, конечно, не характерна, когда ты написал уже больше 80 детективных романов, вдруг раз и книжка об отношениях. И когда нас буквально в смысле уговаривают эту книгу написать, ну первое, что мы говорили, ну с какой стати, ну вот почему, ну почему мы, мы же никакие не психотерапевты, не ведем какой-то прием страждущих. И почему. Ну на это у нашего редактора тогдашнего очень был хороший ответ. Ты говорит, Сережа, сколько вот лет в браке? Я говорю, ну очень, очень, очень много. Очень много. Сейчас прошло несколько лет уже с тех пор, сейчас уже больше 40. Сколько Анечка в браке? Тоже там изрядная двузначная цифра. Для тех, кто вдруг не в курсе, мы не между собой в браке, мы брат и сестра. Мы вас представили так. Да, я думаю, что многие, многие знают, да. Вот, ну и поэтому, говорит наш редактор замечательная Оля Аминова, поэтому, говорит, сам Бог вам велел написать подобную книгу, как бы рассказать о мужском и женском взгляде на жизнь, о мужском и женском взгляде друг на друга. И второй момент, который вот заставил буквально нас написать, я вспоминаю начало нашей совместной работы. И вы знаете, вот откровенно говоря, читал, читаешь, и до сих пор читаешь книги, написанные нашими коллегами, но женщинами. Иногда они пишут от мужского лица. И это зачастую, в 99% случаев, бывает такой испанский стыд, потому что, ну, не понимает женщина мужчину. Не понимает. А как-то, мне кажется, что женщинам более везет, потому что, ну, например, когда ты читаешь про Флабера, да, ты читаешь про Мадам Бавари, там все нормально, на мой взгляд. Я не знаю, может быть, на женский взгляд и Флабера что-то такое не... И Толстой, может быть, про Наташу Ростову не так писал, а не то. Ну, про Наташу Ростову точно не то. Как-то меня никогда не убеждал этот светлый образ, одно из моих нелюбимых сочинений. Но я бы хотела дополнить то, что сказал Сережа. Дело, на самом деле, даже не в том, что мы долго и достаточно счастливо прожили в наших собственных браках. А дело в том, что мы больше 25 лет работаем в команде мужско-женской, и мы, в общем-то, ни разу даже не ссорились. Это, ну, большая редкость, ну, умение выстроить такие отношения. И я думаю, что еще и поэтому мы имели право написать такую книгу. Но мы ее писали с удовольствием и, в общем-то, даже в какой-то... Ну, и в свободное от основной работы время, что называется. Ну, да, я хочу просто продолжить еще немножко свою мысль, что однажды тоже на заре нашей совместной работы, ну, хочу сказать, что мы, в отличие от братьев Стругацких или Ильфа Петрова, не сидим, не пишем вместе. Вот один диктует, другой записывает, один за пишущей машинкой, другой за блокнотом, а потом меняемся. Ну, как-то все-таки работаем отдельно, да. И вот однажды тоже на заре нашей совместной работы Анна Витальевна написала, опять-таки, от лица мужчины. И это выглядело примерно так, что он сидел в ресторане, ему девушка понравилась, и ему понравилась ее осанка, ее маникюр и ее манеры. Вот, ну, после этого я сказал, что, Аня, ну, мужчина первым делом смотрит все-таки не на это. Первым делом он смотрит на это совсем другие стати. И вот эта разность взглядов на жизнь между женщиной и мужчиной, она во многом нас подвигла это написать. И я думаю, что мы здесь все тайны раскрыли. Ну, Сережа, например, считает, что в той главе, где мы писали про беременность, я просто всех женщин сдала. Потому что, ну, я считаю, что наши беременные капризы, да, они немножечко преувеличены. Ну, лично я всегда слегка утрировала. Ну, и так как мы решили писать честно, то, в общем, я честно написала. Мужчина, ну, если вам не сложно, пожалуйста, потакайте уж нашим капризом. Хотя, да, мы немножечко тут играем. Спасибо большое. Давайте я продолжу и с удовольствием буду передавать микрофон, если вопросы в зале будут появляться. Расскажите, каким еще аспектом отношений между мужчинами и женщинами посвящена книга? Вот кроме беременности, состояния беременности и то, о чем Сергей начал рассказывать. Ну, все идет по нарастающей, что называется. Потому что первая глава – это первый взгляд, вторая глава – это знакомство, третья глава – это первое свидание и так далее, и так далее. Первый поцелуй, первая ночь, знакомство с родителями, появление ребенка, первый отпуск. Ну, купите, почитайте. В общем, практически вся жизнь. Ну, и мы, я вот, например, не люблю, по-моему, Сережа тоже, когда в документальных книгах такой назидательный менторский тон, ну, вот много указаний. Мы категорически от этого отказались. То есть мы просто писали от души в том же стиле и в той же вот нашей достаточно легкой манере, в которой мы пишем и детективы. Если вопросы появляются, еще раз скажу, пожалуйста, поднимайте руку. Я тогда продолжу. Вопрос не совсем к авторам, но его обычно мы здесь авторам задаем. Каким вы видите читателя своего? У вас уже есть читательский сформированный, такой фан-клуб ваш. А вот эта книга, так как она выбивается из привычных для вас детективных рамок, может быть, расширит этот круг читателей. Вот как вы думаете, для кого эта книга может быть полезной? Ну, мне кажется, она может быть полезна и для наших любимых читателей, и для любого человека, который задается на настоящий момент каким-то вопросом. Ну, бывает же, да, что вот что-то тебя тревожит, беспокоит из любой совершенно сферы. И можно вот, расставшись с молодым человеком или познакомившись с молодым человеком, взять эту книгу и не только открыть для себя что-то новое, как строить отношения с этим молодым человеком, но и просто получить удовольствие, потому что мы всегда наших читателей любим. И вот к этим читателям будущим мы тоже относились уже с любовью. Ну, я бы сказал еще, что не только какие-то, опять-таки, назидания никакого нет ни в тоне, ни в наборе примеров или каких-то советов, которые там содержатся. Но дело не только в этом. Мне кажется, что книгу эту можно прочитать, вот просто прочитать, не желая ничему учиться. Потому что, ну, ее интересно сейчас... Знаете, вот, например, один мой любимый, любимый, любимейший автор Василий Павлович Аксенов, но он написал большое количество художественных, билетаристических вещей. Ну, например, у него есть такая вещь уже посмертно изданная. Это его лекции о литературе, которую он читал в свое время, будучи в эмиграции, по «Голосу Америки». Ну, и ввиду того, что он необыкновенно хорошо пишет, мне и это, что называется, зашло. Так что я надеюсь, что те, кто хоть что-то наше читал детективное, наверное, с удовольствием могут прочитать и это, просто потому что это хорошо написано, скромно скажу. Ну, и еще это достаточно откровенная книга, то есть мы старались, ну, я, например, если уж в чем грешна, я признавалась честно, и там даже, например, есть такой компрометирующий момент, как в Индии я поцеловалась с официантом, уже будучи девушкой замужней. Девушка замужняя – это хорошо. Спасибо большое. И если вернуться вот к названию, например, книги, то скажите, пожалуйста, был ли другой вариант до того, как остановились вы, возможно, вы с редактором на этом, и вы согласны все-таки, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры? Или вы этот тезис не поддержали бы? Я абсолютно согласен, да, да, абсолютно точно. Мы с разных планет, и понимать друг друга на самом деле – это такая, в общем, довольно тяжелая работа, именно работа, но этим надо заниматься. Если ты пустил это все на самотек, ну, будет жизнь обламывать, я бы сказал так, по-простому. Ну, действительно, случается же много истории, когда молодожены, ну, совсем молодожены, буквально года не прошло, они пытаются разводиться. И если они находят какого-то или просто доброжелателя из числа друзей или психолога, очень часто выясняется, что там она считает, он ее не слушает, не понимает. А мужчина не может сам догадаться, чем она недовольна. Мужчине нужно говорить, чем ты конкретно в данный момент недовольна. Ну, действительно, совершенно два разных взгляда на отношения. Название книги, откройте секрет, оно сложилось, как сложилось, вот такое сразу, два взгляда на одну любовь. У нее было название еще, по-моему, мужское и женское. Или это наше черновое было название? Да-да-да, возможно. Ну, самое главное, что это название очень хорошо отражает суд. Может быть, оно не самое такое продающее себя, потому что в процессе работы над названием кто-то предлагал такое название, как «Еще большая буква». «Еще». Загадочно, ну, по-детективному, как минимум. Спасибо большое, уважаемые читатели. Если появились вопросы, пожалуйста, поднимайте руку. Все, наверное, стесняются вначале. Надо сказать последний вопрос, тогда несколько рук будет сразу. Если хотите что-то спросить у наших гостей, пожалуйста. А я тогда продолжу спрашивать сама. Вы уже несколько привели примеров. Ну, в частности, Сергей, да на что смотрит мужчина в первую очередь, когда смотрит на женщину где-то, может быть, в баре. А какие еще различия в характере и поведении двух полов вас самих удивили когда-то? Может быть, в процессе написания какой-то вашей книги. Вспомните какие-то примеры. Или просто примеры из той книги, которая пока запечатана. И присутствующие, наверное, еще ее не читали. Ну, меня до сих пор вообще не перестает удивлять, что девушки, женщины думают, что мы, мужчины, должны догадываться. Вот догадываться. Что такое? Вот должен так? Ты должен догадаться. Ну, а меня очень удивляет, как мужчина может не понимать, что ты уже два сезона ходишь в одном пуховике, и как он сам не может понять, что нужно пуховик треть. Почему он до сих пор не подарил шубу? Ну вот, а на самом деле надо прямо сказать. Нужна шуба. Ты что, не видишь? Ну, меня еще тоже в мужчинах всегда удивляет. Ну, я знаю, что Сережа более лоялен, да, но мой супруг, он никак не может понять количество баночек и бутылочек в ванной, которые мне принадлежат. Он не понимает, говорит, зачем, для чего. Он до сих пор не... Не, ну это да, странно. Да, да, да. То есть я ему с трудом... А для чего? Вот объясните всем собравшимся. Мужчинам. Ну как, ну, крем легкий, крем более тяжелый, крем дневной, крем ночной, праймер, тональник, несколько тоников под разное состояние кожи, под глаза тоже под разное состояние кожи. Ну, там их миллион. Спроси у своей супруги, Сергея Витальевича. А, подожди, крем легкий, крем тяжелый. Один тяжелее поднять, что ли? На лето нужен легкий крем. Если ты жирным кремом в жару мажешься, то ты, ну, у тебя поры закупорятся, лицо будет блестеть некрасиво. Ну, как можно не понимать таких простых вещей, Сергей Витальевич? Как, слушайте, как хорошо все-таки нам, мужчинам, да? Утром встал, волосы пригладил, надел то, что выпало из шкафа, и пошел. И никаких тебе ни легких, ни тяжелых, ни жирных кремов. Я супругу подарила крем для глаз мужской, орлиный взгляд. Он дня три мазал, потом говорит, а, ничего не поменялось. И все, перестал мазать. Три дня. Давайте поаплодируем, да? Камера не видит и не показывает, пока реакцию тех женщин, кто присутствует в зале. Ну, наверное, можно догадаться, какая она. Сергей, скажите, пожалуйста, а есть ли что-то такое, чего женщины никогда до конца не поймут в мужчинах, на ваш взгляд? И, Анна, тоже к вам вопрос перевертыш. Ну, хочу сказать честно, что женщины, конечно, более умные и прозорливые создания, чем мужчины. И поэтому, наверное, видят и понимают все. Ну, или, ну, пожелания, естественно. А вот, вот наоборот, я даже не готова сказать. Льстите нам сейчас. Понятно, спасибо. Ну, я тоже польщу нам, женщинам. Мне кажется, что женщины как-то все-таки легче переносят трудности. Ну, то есть, условно, если на мужчину сваливается две-три неприятности, он держится. Если четыре, он уже впадает в тоску. А женщины как-то вот, ну, по крайней мере, мои знакомые, они умудряются выстоять и под градом неприятностей. Для меня лично всегда Скарлетт О'Хара была идеалом, потому что, ну, очень же все похоже на правду. И уж насколько, да, в жизни у нее все складывалось неудачно, но она всегда выстаивала и всегда была примером для многих женщин, ну, и для меня тоже. А какой-то загадки, которые, чего я совсем не понимаю в мужчинах. Да я даже не знаю. Сережа меня всему научил уже. Ну, конечно, да нет, ну, просто мужчины более, извините, я все присутствую, более примитивное создание просто, вот, мне кажется, дело вот в основном в этом. Нет, да, и вообще, и женщины более многозадачное создание. Ну, вот, кстати говоря, почему все шеф-повара, мужчины, да, в основном, как правило, потому что мужчина, вот он, если он готовит, то он готовит, да, а женщина тут покрошила морковку, там, поставила лук, время есть, пошла, включила стиралку, потом отряхнула там одежду как-то, встряхнула, обувь разобрала и так далее, потом прибежала что-то еще. Мужик, он вот, он готовит, потом, если это, он сядет, думает, а не добавить ли мне сюда корицы в этот суп? И добавляет, и тогда получается вообще что-то необыкновенное. А я вот задумалась, Сережа, а вот ты никогда не готовил перед Новым годом несколько салатов одновременно? Слушай, это ужасно. Ну, если ты, если берешься за несколько салатов одновременно, то это, это просто, это кошмар. Ну, вот готовишь, когда один салат, это замечательно. Вот, да, бывает, особенно, когда он отработанный годами, ну, вообще великолепно. А если несколько, то не знаю, как это может быть. А мне, наоборот, интереснее многозадачность, когда туда-сюда, а потом в итоге получаются готовые самостоятельные блюда. И, если можно, я тогда спрошу вас про ваш личный опыт семейной жизни. Ну, не то, чтобы дайте совет молодежи, но все-таки, может быть, дайте совет, как общаться в паре, если мужчины с Марса, женщины с Венеры, где искать вот эти точки? Что делать? Не знаю, мне кажется, что вот нынешняя молодежь, молодежь, она почему-то, я сужу, может быть, косно по своим детям, подросткам, они почему-то считают, что партнер им что-то должен. То есть, они вот только познакомились, и уже они считают, что, ну, там, девушки считают, что молодой человек должен вот эту вот триаду, да, там, ресторан, цветы, кино. А почему он, собственно, должен? Ну, соответственно, как бы и наоборот тоже случается. И как-то они очень быстро начинают высказывать друг другу претензии. И любая какая-то, даже маленькая размолвка перерастает в ссору и в камень преткновения. То есть, ну, очень резкие, негибкие. А для удачного брака, ну, всегда важнее, мне кажется, выждать, уступить, промолчать, просто выйти в другую комнату и не устраивать, в ответ на мужскую претензию какой-то скандал. Прекрасно сказано. Поддерживаете. Да, нечего добавить. И ваш личный, может быть, какой-то секрет, я понимаю, что их много, да, но может быть, какой-то один из вашей личной семейной жизни, когда вот вы смогли выйти в другую комнату, принимается Анна, берем на вооружение, что-то может быть еще? Нет, ну, иногда нужно выйти в другую комнату, но один раз, ну, там, правда, действительно были основания, я психанула, чуть не выбросила его с балкона. Ну, то есть он, его или чемодан? Супруга. Супруга, да, на восьмом этаже мы тогда жили, он настолько меня взбесил, что я просто его толкнула, он попятился и еле удержался. С тех пор он понял, что до определенного предела я терплю, но какую-то грань переступать нельзя. Не переступает. 26 лет живем или 27. Ну, ну, ты как-то еще говорила, мы об этом не пишем, часто вы рассказываете, что вы, бывало, чай и посуду пьете, специально посуду есть с трещинами для боя. Ну, на самом деле, это когда у меня супруг работал в банке, у него было много стресса, он возвращался вечерами и начинал вот на меня сливать, что начальник козел, все плохо там, убытки и так далее. А у нас осталось очень много там от родственников плохой, некачественной, треснутой посуды. Я где-то прочитала, я ему даю вот несколько чашек, говорю, ты побей ее, тебе станет легче. Вот, и он начал ее бить, ему действительно стало легче. То есть, это мы не в личных ссорах, а просто вот если, ну, на кого-то другого злимся, то используем этот метод. Спасибо. Ну да, это такое японское, когда чучело начальника стоит где-то в чулане, и можно его пинать, бить, колоть и так далее. Вот, но можно мы еще, пользуясь случаем, скажем, что у нас только что вышел и детективный роман новый, называется «Ветер из рая». Вот, там опять часть действия происходит на нашем любимом юге, в Краснодарском крае. Тоже не самый обычный роман, мы стараемся, ну, не идти по какой-то вот традиционной конве, поэтому тоже вам очень рекомендуем почитать. Спасибо большое, это только приветствуется. Я думаю, что вопросы, так как книгу новую, и она не детектив, еще мало кто читал, можно задавать и про ваши предыдущие книги, поэтому еще раз, уважаемые читатели, прошу вас, любые вопросы, разрешаем любые, да, разрешаем, у нас есть первый вопрос из зала. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. У меня вопрос по этой книге. А вы приводите там примеры из психологии, в плане, ну, говорят там, ветреный мужчина, ветреный женщина, что это не всегда от распущенности, а может быть семейный сценарий просто, и тогда партнер мужского пола или женского легче будет понять поведение своей половинки. Спасибо. Понятен вопрос? Да, понятен, но мы вот этот аспект как-то в книжке совершенно точно не затрагивали, но, ну, наверное, да, еще хочу сказать, что, опять же, пользуясь случаем, что мы в журнале «Откровение звезд», называется так, «Откровение звезд», ведем рубрику, когда читатели задают острые, тяжелые вопросы, связанные с внутрисемейными отношениями, с семейной жизнью, и мы там какие-то советы по этому поводу стараемся давать, так что, может быть, будет еще у нас вторая серия этой книги. И, кстати, удивительно получается, что мы часто даем советы, ну, иногда мы полностью совпадаем во мнениях, иногда мы во мнениях расходимся, и как нам кажется, и как редактору кажется, читателям это, ну, нормально, вот эти, выслушать два мнения. Вот, например, недавно написала девушка, что ее сына в песочнице обижают другие дети, а муж никогда не защищает ни сына, ни ее саму, когда на нее начинают ругаться другие родители. Вот, и я ей ответила, что, знаете, что вот буллинг и несправедливая травля, она бывает в школе, а в песочнице, ну, вот, как я заметила личными наблюдениями, там отношения очень прямые и честные, и просто так там никого не будут обижать. То есть, если ты отобрал игрушку, тебя обидят, а вот просто ни за что подойти и ударить, ну, не бывает такого в песочнице, хотя бы другие родители тут же возьмут и заступятся. Поэтому, ну, я высказала мнение, что, может быть, муж и прав, что он не встревает вот в эти мелкие склоки. Сережа со мной не согласился, и мне кажется, что автору, наверное, было интересно выслушать и одно, и другое мнение. Ну, раз уже год мы ведем эту рубрику, наверное, людям нравится. Ну, да, но все-таки, если возвращаясь к вашему вопросу, то хотелось бы сказать следующее, что ведь если если ты там присмотришь на отношения внутри своей семьи, то ты можешь строить свою жизнь и по лекалам родительской семьи, и ты можешь строить ее от противного. Я не хочу так, как было у них. Мне не понравилось вот это так, как было у них. Я хотел бы сделать все по-другому. А вот я хотел бы сделать так, как это в прародительской семье, как в семье бабушки и дедушки. Или я хотел бы сделать это, как в семье у каких-то знакомых, у каких-то друзей и так далее, как в семье у жены. там, допустим. Поэтому говорить о том, как мне кажется, что вот это какая-то затверженная такая штука, да, и ты строишь свою жизнь точно по тем лекалам, по которым строили свою семейную жизнь твои родители, ну, наверное, это не очень правильно. Хотя, знаете, вообще это, конечно, вопрос очень непростой. Вот, Сереж, я тебе скажу честно, мне никогда особо не нравилось, как строили семейные отношения наши родители. То есть, мне казалось, что, ну, все-таки, вот, счастливая семейная жизнь, это когда там муж дарит цветы, они гуляют за ручку. Наши родители, у них вот такого нет. Цветы на 8 марта, на день рождения. Но, но, они прожили вместе уже огромное количество лет, и сейчас, когда маме 87, а папе 85, за счет того, что столько прожито вместе, что вырастили детей вместе, они настолько друг друга поддерживают, что я вот думаю, да и ладно, что нет никаких цветов. Зато, когда вот наша прежде очень активная мама сейчас как-то вот сдала и говорит, что, а я вот, ну, мне хочется, чтобы меня кто-то водил за ручку. Вот сейчас папа как-то взялся и стал водить ее за ручку. Поэтому лучше сохранить, может быть, не самую идеальную, на первый взгляд, семью, хотя бы, ну, ради... Но сохранить. но сохранить, хотя бы ради этого стакана воды пресловутого. Ну вот, мое мнение такое. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Да, у нас есть вопросы с зала. Прошу вас. Здравствуйте. Анна Сергеевна Викторовича, если позволите. Ой, Виталичи. С вашим творчеством я через супругу знаком. Кстати, 34 года у нас супружества. Вот. И я знаком с вашим творчеством через супругу. Такое ощущение, что я с этим живу уже не один десяток лет. Вот. И не прочитав ни одной вашей книги, я все, что можно прослушать в эфире. То есть я все прослушал. Кстати, «Ветер из рая» я уже его осилил. За один день, по-моему. Вот. Так вот, у меня не то, что вопрос, а такое в качестве предложения, если позволите. Вот. Два взгляда на одну любовь. А вот вы знаете, у меня дочери, соответственно, 34 года. И появился третий взгляд на нашу любовь. Как вам на это? Это, да, это хорошо. Простите, простите, я дополню. Действительно, я тоже это отмечала, что нам советы, вот мы поссоримся, а дочка нас может помирить. Она уже тоже в браке 9 лет, и она может дать свой совет. То есть дети уже нам помогают помириться, или свой взгляд, или также мне дочка отмечает, мам, ну это же мужчины, они другие. Ты личный раз промолчи, ты что-то еще. Она мне дает уже советы, понимаете? Ну, друзья, я могу сказать, что вы вырастили замечательных детей. Это же, ну вы сделали их такими, так что вы молодцы. Есть уже третий, да, вот как бы взгляд. И я ее слушаю, и она права, да, она права. И я начинаю так делать и замечать, что вот, а он другой, вот действительно мы с разных планет, и... Ну, прекрасно, что называется, как в стихах, учитель, воспитая ученика, чтобы было у кого учиться. Я слушаю с ней подруги, и я ее слушаю, действительно, она права. Спасибо большое. У нас есть еще вопрос в зале. Такой же, прям один в один. Добавите что-то? Хотела спросить, вот у вас такой необычный тандем, а похожие дуэты существуют? А брат и сестра по-моему не существуют. По-моему тоже нет. Потому что Марина и Сергей Диченко, они супруги, Анна и Сергей Галон, они супруги. То есть это вообще редко. Ну, были братья Вайнеры, но там не было девушек. Да, да, да. Просто уникальный дуэт. Тем более столько лет. Ну, на самом деле... А у братьев Вайнеров какая была разница? Я не знаю, нет. Ну, я не думаю, что... У Старугадских довольно значительно. Лет 7. Потому что у нас, в принципе, Сережа вырастил себе помощницу сначала, а потом уже довел ее до уровня соавтора. Потому что он же старше меня на 11 лет. И, естественно, когда я была школьницей, я всячески его эксплуатировала в плане сочинения помочь написать, задачки решать. Потому что Сережа ведь не только писал хорошо, он и математику знал. Поэтому он у меня был по всем вопросам. И от мальчишек защитить. И однажды, если кто не знает эту историю, он ужасно меня обидел. Мне задали сочинение, какая будет моя жизнь в будущем. Ну, мне же лень писать. Я говорю, Сереж, ты писатель, напиши. И он мне написал таким красивым почерком. В будущем у меня будет робот. У меня обязательно будет робот. Он будет учить за меня уроки, стирать за меня колготки, убирать за меня в комнате, кормить моих рыбок. А пока робота нет, все это за меня делают папа, мама и брат. Я очень обиделась, сочинение зачеркнула, написала, дурак. Это лежит в архиве у нас. Ну, смешно же было. Чего обижать? Вот, кстати, вопрос. Вот, кстати, вопрос внутри семейных отношений. Вот чего, казалось бы, обижаться? И, кстати говоря, я уверен, что если бы на твоем месте у меня была бы не сестра, а брат, я думаю, что он не так бы обиделся. Наверное, может быть, он в первый момент с кулаками и бросился, но мы как бы так немножко повозились и потом оба бы хохотали. Вот тоже разница в восприятии мира. Конечно, женщины, девушки, девочки значительно более обидчивое создание. Нет, ну просто я была уже уверена, что все, проблема решена, сочинение написано, я могу там с тремя мушкетерами поваляться, а тут вот такая подстава, как сейчас говорят. Нет, так почему? Ну надо было и сдать это сочинение, и, понимаешь, вот такая здоровая самоирония была бы. У нас вообще были в школе учителя без чувства юмора, потому что в выпускном классе я там, ну как положено в те годы, начала печататься валом паруси, и у меня там вышла такая милая зарисовка, что ну вот, значит, мы заканчиваем школу, и я сравнила выпускников с капитанами корабля, которые уплывают, которые покидают, идут в неизведанные края, а учителя остаются на берегу и грустно смотрят вслед. Школа пришла в ярость. Почему вот мы остаёмся на берегу, мы тоже хотим плавать, вы как это вы к нам так отнеслись, то есть на полном серьёзе вот они на это обиделись. Так что они бы не оценили такое сочинение. Спасибо. Спасибо большое. Давайте ещё два вопроса, мы успеваем взять из зала, если есть, пожалуйста. К нам принесли книгу, о которой говорили Анна и Сергей, это правильно, да, она? Мы её тоже поставим, чтобы её было видно, и если позволите, вы, конечно, на этот вопрос уже много раз отвечали, вопрос о вашем творчестве. Вы уже сказали, что вы не пишете там в один файл, один не диктует, второй не записывает, но если можно, расскажите. идея от кого обычно, от Сергея или от Анны, и как происходит ваш вот этот совместный процесс работы? Ну, насчёт идеи, в общем, всё, наверное, просто, что всегда, конечно, идея приходит кому-то одному, и у нас тоже такое разделение, там, чётные книги, а не чётные мои, ну, или наоборот, не знаю, с какого рассчитывать. Потому что не бывает же так, чтобы идея пришла в голову одному, не одному человеку, а двоим сразу, да? Вот, но тут действительно нужно отличать идею, да, ну, вот условно, мы вместе с Серёжей, нам вместе пришло в голову написать что-то про мошенников. Это предыдущий наш роман «Звонок с неизвестного номера». Но нужно же потом дальше придумать, не описывать же просто тупо случаи, которые происходили. Нужно придумать. И Серёжа, вот он, кстати, мыслит, тоже ещё одна большая разница между мужским и женским. Он мыслит очень глобально, потому что когда мы думали над книгой про мошенников, ну, может быть, вы читали или слышали о ней, «Звонок с неизвестного номера». Нужно было решить, кто главный злодей и каким образом этот злодей находит жертвы. Потому что, ну, действительно, в мошенничестве эффективен личный контакт. Ну, мы все научились посылать посторонних, а если к нам обращается вроде как свой человек, знакомый, тогда уже есть, ну, к сожалению, шанс попасться на удочку. И вот встал вопрос, где злодей примечает одиноких пенсионеров, у которых есть сбережения. И я там со своим женским маленьким мозгом предлагаю там, может, он соседей опрашивает или что-то такое. А Сережа, вот, гигант, он говорит, да он использует искусственный интеллект. Он поставил искусственный интеллект, и ему интеллект по определенным критериям находит вот этих вот одиноких, зависимых от чужого мнения пенсионеров. Вот и так у нас работа проходит. Ну вот, кстати говоря, сейчас Анна Витальевна прекрасно продемонстрировала такой прием, который очень помогает в совместной жизни, работе и так далее. Такая мягкая лесть, гигантский мозг и так далее. Я не против, потому что это помогает, правда, помогает отношениям. И в супружеских тоже, безусловно. Не, ну в случае с тобой, Сереж, я действительно так считаю, но в случае с некоторыми другими мужчинами я признаю, мне несложно признать, что и у вас гигантский мозг, и у вас гигантский. Если вам это приятно слышать, пожалуйста. Спасибо большое. У нас есть вопросы, зала их как раз два. Первый. Еще, ну тут не в качестве вопроса, маленького повествования, не очень, что мне нравится, цепляет в ваших книгах совпадение моей жизни, абрикосовки, южно-российские. Я там, можно сказать, как у себя дома, и читая ваши книги, я как бы туда проваливаюсь с головой и понимаю каждые эти вот улочки, все это я прямо в глазах вижу, и ваше цепляет описание окружающей среды, людей, фруктов, винограда, ну, чего угодно вот этого колорита южной жизни, да и не только, описание космоса, я немножко тоже его коснулся, про королев, вот эти все истории, они меня просто, как вы умудряетесь выуживать вот с таких дистанций из детства, вы не могли же все в жизни испытать, увидеть, как вы умудряетесь вычерпывать из жизни вот эти тонкости, которые близки, ну, как бы тысячам, многим тысячам людей, которые жили в советские времена? Не знаю, мне кажется, что может быть главная причина, что нам люди интересны, то есть нам всегда интересно с кем-то поговорить, что-то услышать, всегда интересно просто понаблюдать за кем-то, мы не используем там конкретно, не списываем кого-то, но просто вот живой интерес ко многим-многим вещам, у меня сколько раз бывало вот тот же супруг сердился, что я там с продавщицей зацеплюсь языком, и мы просто болтаем, мне интересно с ней поболтать, у нее свои взгляды, свое отношение ко всему, поэтому, а что касается деталей, то очень многое ну и Сережа, и я мы проверяем, потому что ну и с советского времени, ну действительно забылись уже и цены, и реалии, поэтому мы что-то ищем в воспоминаниях, в интернете, по поводу космоса, это вот лично Сережина заслуга, он перечитал, наверное, томов сто воспоминаний про космос, когда мы писали про катастрофу адмирала Нахимова, тоже практически всю литературу по теме мы перечитали, то есть у нас хоть и не документальный роман, но мы стараемся не врать. Сергей, добавите что-то, может быть, нет? Мне кажется, что все еще получилось. Спасибо. И еще вопрос из зала, прошу вас. Скажите, пожалуйста, а у вас есть принципиальные или, может быть, скрытые разногласия в вопросе проявления женской и мужской инициативы в отношениях на этапе знакомства, то есть до образования брачно-семейной пары? Никогда не задумывались над таким вопросом? Существует ли такой вопрос? Существует ли такой вопрос? Актуален или неактуален? Может быть, у мужчины есть скрытое недовольство тем, что женщина проявляет слишком много инициативы в отношениях, на этапе знакомства, я подчеркиваю, до образования пары? Ну, можно, пока Сережа думает, я скажу, что меня очень сильно раздражает, но это я тоже на опыте детей-подростков. Меня очень раздражает, когда девушка приходит в койку буквально на второй-третий вечер. Я считаю, что это неправильно. Может быть, я не современная, и я не даю этой девушке понять, что я недовольна, но я перестаю ее воспринимать просто, ну, как не то, что возможную пару, а просто как... Ну, я считаю, что это себя не ценить. И это даже неинтересно, но ведь когда вот ты узнаешь человека, хотя бы там, ну, не знаю, 10 свиданий, это же, ну, гораздо даже как-то и более... Ну, в общем, я консервативна в этом вопросе. Ну, я хотел не то, чтобы поспорить немножко с другого ракурса, посмотреть на это. Мне кажется, что инициатива со стороны женского пола в отношении, на первом этапе отношений, она тоже важна, потому что, боже ты мой, сколько отношений, сколько, возможно, связей и, возможно, счастливых браков не сложилось, потому что тот... Потому что мужчина не смог преодолеть какой-то барьер и подойти, и пригласить, и что-то такое сказать. А женщина как бы считает, что нет, она вот, нет, она должна быть такая недотрога, стоять тихонечко в уголке и ждать, пока на нее обратят внимание. Ну, мне кажется, что сейчас с рассветом гендерного равенства, феминизма и прочего я бы агитировал за то, что было бы равноправие в этих делах. и мне кажется, что девушке самой первой проявить инициативу, ну, по-моему, это нормально. При том, что я, безусловно, поддерживаю, что не надо бросаться в сексуальное объятие во второй, третьей. Я согласна с этим, конечно, если девушка подойдет к мужчине и попросит телефончик, это будет смотреться немножко странно. Но завязать разговор... Странно. Ну, не сразу, нет. Не, ну, подожди. Нужно завязать разговор, и если ты почувствуешь, что мужчина на твоей волне, он сам у тебя попросит телефон, он будет себя уже расслаблено и комфортно чувствовать. Ну, представляешь, Сереж, вот тебя не знает девушка, она к тебе подходит и говорит, мужчина, дай тебе телефончик. Как ты будешь на нее смотреть? Ну, смотря, как она скажет с какой-то нацией. Ну, со страстной. Ты дашь ей телефончик? Ну, ты удивишься по меньшей мере. Ну, не знаю. Здесь в зале моя супруга присутствует, потому что я не буду продолжать, наверное, эту тему, как я отнесусь. то есть, наверное, важно различать типы инициативы. Есть сексуальная инициатива, вы, наверное, имели в виду сексуальную инициативу, все-таки ее, тем более, второй, там, третий день проявлять, мне кажется, никто с этим не будет согласен, ни мужчин, ни женщин. Вот. То есть, есть сексуальная инициатива, а есть несексуальная, то есть, инициатива в общении, да, то есть, инициатива в общении, она приветствуется, да, мужчинами. Ну, да, конечно, конечно, Сережа же так и сказал, что он, наоборот, только рад, если девушка проявит инициативу. В общении имеется в виду, в общении, в знакомстве, здесь надо различать типы сами, да, типы инициативы. Спасибо. Спасибо за вопросы, спасибо большое за ответы, и, наверное, давайте в финале нашей встречи я задам финальный вопрос. О чем будет ваша следующая книга? Детектив. детектив? У нас будет даже два следа... Ну, ты расскажи про это, зачем сразу два? Ну, ну, у нас... Где название уже известно, и прочее. А какое там название? О чем ты хочешь сказать? На один удар больше. Вот, ну, да. А уже утвердили название? Я не знаю. Главное, что у вас она есть. Неважно, утвердили или нет. В общем, примерно в феврале выходит новый детектив про обновленную Таню Садовникову, кто по ней соскучился. Вот, Таня у нас теперь... Ну, после того, как у нас Надя Митрофанова забеременела, нас завалили письмами, как она могла забеременеть на старости лет. Поэтому, чтобы больше не получать таких писем, Таня, которая уже тоже не 20-летняя, она усыновила ребеночка «Волею случая». И новый роман посвящен одному удивительному факту, который она откроет про своего приемного сына. Она сама очень удивится и, конечно, начнет расследование по этому поводу. Это вот будет, соответственно, февраль и, наверное, апрель-май ваши любимые Варя и Алексей Данилов в очередную мистическую историю влипнут. Так что дела идут, контора пишет. Спасибо большое. Анна и Сергей Литвиновы были сегодня в гостях в Библиоглобусе. Спасибо большое нашим гостям. И у нас заключительная финальная часть встречи «Автограф-сессия». По одному не спеша можно взять новую книгу или ту, которую вы вдруг принесли с собой и подписать у наших гостей. Спасибо. 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 .